короче у нас немножко ословили бабушка с дедушкой от нашей самоизоляции поэтому я решил вывести детей собирать батут поедем на дачу чтоб все отдохнули от нас короче как у нас пикет А смысл, смысл, голоха и усилица. Сырье Александрович, да? Да. Водитель с 3-й листа? Да. Проезжайте. Спасибо. Проверили у нас пропуск. Все хорошо. Я что-то испугался. Не знаю почему. Верно, потому что сегодня мы сделаем все неправильно. Да. Короче, на въезде на дачу еще стоит пикет ДПС. И как бы всех проверяют на наличие пропуска. Прямо выездачу. Все, горох рассыпался. Короче говоря, да, Глеб, я сейчас поставлю лестницу, и вы туда залезете. Там надо подмести, смести все яблоки. Лестница там? Да, лестница там. Так, ну что, надо сначала... А у меня под глазом? Сначала давайте мы сейчас с вами... Поставим батут? Нет, пообедаем. Съедим суп, а потом будем ставить батут. Нет, у нас есть суп. А что? А что еще есть? Суп. У нас есть суп и суп. И будем есть суп. Все, больше ничего нет. А потом будут сушки, потом будут фрукты. А я думала... Сначала будем есть суп. Ой, дело, конечно, тут по горлу уже трава вымахало, надо косить. Ну, не знаю, наверное, сейчас ограничимся только батутом. Может, сначала батут, а потом обед? Нет, сначала обед, а потом батут. Нет, сначала батут. Нет, сначала будет обед. Не айкай. Дети. Так, ну а, собственно, для чего мы приехали на дачу? Все это мероприятие связано с тем, что дети безумно хотят поставить батут и начать на нем прыгать. И этим мы сейчас и займемся. То есть, их вообще ничего, конечно, не смущает, ни самая лучшая погода, ни дождь, ни сырая трава. Короче говоря, ставим батут. Только аккуратно. Не торопитесь. Дань, не беги. Давайте, спускайтесь, пошли ставить батут. Дом на дереве. Я его должен доделать. В этом году. Ну, он не на дереве, он на сваях, потому что дерева нет. Ну, деревьев тут много. Ну, такого дерева тут нет. А вы знаете, что это за дерево растет здесь? Какое? Вот это. Нет, вот который передо мной. Дуб похожий. Да, Даня, это дуб. А знаешь, откуда я узнал? Так. Да вот откуда. Листочек? Да. Листочек-то дуба. Дубовый листочек. А какие еще листочки ты знаешь? Березка. Так, а как она выглядит? А еще я знаю. Дубовый листочек. Я-балый листочек. Я-балый листочек. Я-балый листочек. Круто! Так, стой ты сначала. Стой. Сначала делаем круг. Какой, Калин? Сейчас покажу. Вы готовы? Что мы сейчас делаем? Не маши, малыш. Мы поднимаем наш круг очень аккуратно, не торопимся. И смотрите, что мы делаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, нет? Давай. Так, Глеб. Последняя пружина. Все. Последняя пружина. Короче говоря, детям дали задание найти фотографии родственников. Ну, там, бессмертный полк, все дела. Сейчас надо сфоткать. Ну, в общем, много старых фоток здесь на даче. И есть фотографии, вот, собственно, два деда моих. Ну, один родной и брат его. Вот, вот, есть фотки времен войны. И вот здесь, по-моему, лежат эти старые фотки. О, запах сразу такой у нос ударил. Подземные ангары. Что-то техника молодежи, наверное. И вот здесь есть возможные фотографии или письма. Такие телеграммы, открытки. Апрель 70-го года. С 1 мая. Конечно, удивительный документ здесь хранятся. А еще, конечно же, много фоток разных. Бабушка моя. Мама. Надо потом у мамы спросить, кто есть, кто здесь. Конечно, многих не знаю. 33-й год. Так, ну что, друзья, никакой здравый смысл. Наличие атмосферных осадков не может убедить детей. Ну, конечно, они из меня веревки бьют в некоторой степени. Но, короче говоря, договорились следующим образом, что 10 минут прыгает один. Там 10 минут прыгает другой. И кидали монетку, кто первый. После этого буду их переодевать в сухое. Сыро, да? Холодно, да? Вот, я про это и говорил. Ну, конечно, не 10 минут, поменьше. Потому что не хочу, чтобы они заболели. Значит, потом переодеваемся и едем домой. Дети по дороге уснули. Так что сейчас их буду доставать, потихоньку перекладывать в кроватки. И потом у нас будет праздничный ужин. Итак, ну что, в праздничном наборе у нас сегодня, конечно же, мясо в виде шашлыка. Мама замариновала по моему рецепту, сказала. Единственное, что по-моему не клала лимон и минерал не добавляла. А так, в целом, все, как я ее учил. Меня попросили пожарить. Еще у нас, конечно же, салат оливье. Я забыл ключи. Вот почему такой провал всегда бывает. Так, продолжим. Так вот, мама посмотрела ролик предыдущий по поводу дачи. Видимо, ждет меня очень большая работа над ошибками. Потому что очень много неточностей. К моему сожалению, я многое не знаю, не помню. В общем, мама сказала, что она мне расскажет, как правильно будет вам рассказать об этом. Так что, так просто, от моей дачи вы не отделаетесь. Извините. А еще у нас тут магическим образом образовалась мяско. Все, погнали. Все-таки, конечно, огромное отличие готовки мяса в мангале и вот в такой вот чудесной печке. Потому что жар распространяется практически со всех сторон. Кирпич тоже очень сильно разогрет. И туда практически невозможно засунуть руку. А мангал, конечно, ну нет. Мангал это тоже отличная штука. Но все равно, вот здесь, конечно, готовить мясо гораздо быстрее и гораздо приятней. Потому что оно готовится практически как в духовке. Но тут же сохраняется весь этот дым, аромат, угли. Ах! Как же это пахнет, друзья мои. Это очень вкусно. Ну все. Готово. Снимаем. По-моему, они прекрасны. И так, друзья. Ну что, подходит к концу наш чудесный сегодняшний выпуск. Отвез детей. Попрощался с родителями. Вот, еду домой уже, практически приехал. В общем, не смогу я, наверное, поделиться с вами воспоминаниями мамы, связанными с Днем Победы. Потому что тема такая, ну, наверное, личная и острая. Острая для каждой семьи. Мама, конечно, немножко расстроилась, растрогалась. И, ну, я, наверное, хочу оставить это за кадром. Потому что это что-то, ну, наверное, что-то личное. Ну вот и все, друзья. Практически я подъехал к дому. Ну, собственно, я уже готов к встрече. Спасибо вам большое за внимание. Было здорово. Это вкусные истории. Я думаю, нас ждет много впереди интересного. Спасибо за просмотр. Всем пока. Очень неожиданно. Я встречаю. Всем пока.